Здравствуйте! В эфире программа подробностей, подробнее о главных событиях и, ну, безусловно, наверное, не только главным событием завтрашнего дня, а главным, пожалуй, событием всего года станет церемония открытия Олимпийских игр 2014 в городе Сочи. Россия принимает Олимпиаду сегодня, последний предолимпийский день и в нашей студии министр спорта и молодежной политики Рязанской области Татьяна Пыжонкова. Здравствуйте, Татьяна Евгеньевна! Добрый день, Евгения! Ну что, поздравляю с тем, что ждать осталось совсем немного. Давайте поговорим о том, для начала, кто там из наших сейчас в Сочи, из рязанцев. Ну, во-первых, там уже работают волонтеры. 188 волонтеров от Рязанской области были отобраны Оргкомитетом Сочи 2014 для работы на Олимпиады по разным направлениям. Среди волонтеров и молодые люди, в основном, конечно, молодые люди, студенты различных наших вузов, но есть и люди, так скажем, уже солидные, с историей. Это и преподаватели вузов, и бизнесмены, и даже есть безработные. То есть такая аудитория очень широкая. Но самое главное, что все эти люди, те способны обслуживать Олимпиаду, помогать олимпийцам, помогать болельщикам, потому что зоны ответственности совершенно различные. Естественно, они отбирались по определенным критериям. Это и стрессоустойчивость, и коммуникативные способности, и умение выстраивать отношения, и знание английского языка. То есть много было параметров. Мы надеемся, что у наших волонтеров там все получится, потому что основная часть их готова прошла через определенное обучение. Спортивное волонтерство в Рязанской области в этом году получило особые обороты, потому что мы принимали, наши волонтеры принимали участие и в универсиаде, и во всемирных играх боевых искусств, которые в Питере проходили. Так что ребята готовы. И нужно сказать, что два спортсмена Центра спортивной подготовки, это Илья Черноусов и Наталья Матвеева, лыжники, вошли в сборную и будут представлять Рязанский регион в параллельном зачете на лыжных гонках. Нужно сказать, что всего 20 лыжников будут представлять Россию, и то, что два человека от Рязанской области, это замечательно. Несмотря на то, что они не воспитанники рязанского спорта, два года Рязанская область их поддерживала, они получали заработную плату, мы их командировали на различные соревнования, обеспечивали экипировкой, медикаментами. То есть, когда совместный вклад есть, двух регионов, ну, наверное, результаты должны быть получше, повыше, чем просто, когда один регион сопровождает спортсмена. Ну и надеемся, что тоже у ребят выступят достойно, потому что нам хотелось бы, конечно, какого-то результата. Ну, рязанских вообще спортсменов на именно зимних олимпийских играх не было, наверное, очень давно, да? То есть, в принципе, как бы... Здесь есть определенная логика, потому что для Рязанского региона базовыми олимпийскими видами спорта являются три, и все они летние. Это дзюдо, это гребли на байдарках каной, где, кстати, у нас отличный результат, и художественная гимнастика. То есть, в основном, упор делается именно на подготовку вот этих спортсменов из региона. Прежде всего, спрашивает тот же Минспорт Российской Федерации за подготовку спортсменов этих. За каждым регионом закреплены определенные базовые виды спорта. Ну и тем более приятно, что вот два спортсмена, которых регион поддерживал, примут участие в зимней Олимпиаде. Не только спортсмены и, что называется, волонтеры, насколько я знаю, от Рязани, представляют Рязань в Сочи, есть и тренеры, есть и судьи. Да, совершенно верно. Так вот у нас знаковая такая фигура хоккея, да, Виктор Михайлович губернаторов, который, наверное, знаком всем, кто связан с хоккеем в Рязанской области. Да, и не только с хоккеем. Да, он едет на Олимпиаду в судейской коллегии. Естественно, он судить на прямой матч не будет, но инспекторскую деятельность будет проводить в составе судей России. Также едет на Олимпиаду тренер Скопинский Сергей Александрович Ефремов. Он будет судить биатлонные соревнования, что тоже, в общем-то, для нас это важно, для региона. И едет Сергей Александрович Пирогов, тренер Ильи Черноусов, Наталья Матвеева, который тоже будет поддерживать ребят на Олимпиаде. Ну что ж, тут осталось, что называется, только вооружиться пультом и дождаться завтрашнего дня, дождаться первых стартов, ну и болеть за наших, не только за Россию, но и за Рязань. Насколько я знаю, в Рязанской области это много, где можно будет сделать. Открытие увидеть, безусловно. Вот мы вчера тоже с коллегами общались, например, в нашем учреждении здравоохранения очень активно к этому подключились, и все те наши граждане, которые будут находиться, лечиться в больницах, смогут увидеть Олимпиаду, потому что это, естественно, открытие Олимпиады, да, событие грандиозное, большие экраны будут задействованы. Я знаю, что многие торговые центры, вот, например, М5МОЛ будет демонстрировать открытие Олимпиады, большой экран на площади Ленина будет транслировать открытие Олимпиады, и не только будут размещаться на нем турнирные таблицы, знаковые тоже какие-то моменты побед наших спортсменов в течение всей Олимпиады, такая договоренность достигнута. Поэтому, я думаю, информационно здесь город и область будут жить тоже вместе со всей страной и болеть за наших спортсменов. То есть работа по пропаганде, скажем так, олимпийских событий в Рязани, она есть, она поставлена? Да, и нужно еще сказать, что накануне Олимпиады открылась, на наш взгляд, очень хорошая выставка. Мы ее организовывали, наше министерство, эстафета Олимпийских побед, которая называется. Выставка эта, эту выставку можно увидеть в Музее молодежного движения на улице Свободы в Рязани. Представлены все наши рязанцы, которые принимали участие в Олимпийских играх. Есть зал истории олимпийского движения, истории рязанского спорта. Там мы использовали материалы известного тоже спортсмена и общественного деятеля Бурачевского. Вот эти материалы, которые были им собраны. Также есть зал спортивных достижений современных и зал развития детско-юношеского спорта. Мы считаем, что это очень важно, чтобы как можно большее количество детей и молодежи посетили накануне Олимпиады, во время проведения Олимпиады эту выставку. Потому что знание и опыт какой-то, да, и понимание того, как развивался рязанский спорт, и что мы можем, кем мы можем гордиться, там можно получить. Там будут организованы экскурсии. То есть это не просто посещение, пришел, посмотрел, а тебе все объяснят, расскажут. Это очень важно. И в рамках этой выставки будет проведено 10 тематических встреч со знаковыми спортсменами Рязанской области. То есть можно будет прийти, задать вопросы, пообщаться. Весь график проведения вот таких тематических встреч в Музее молодежного движения есть. Я уже знаю, что на сегодняшний день около 500 человек посетили уже эту выставку. Это именно дети и молодежь. Это наши техникумы, наши школы. Поэтому эта работа ведется. И нужно сказать, что очень активно тоже подключены к этой работе и рязанские школы. Я вот, например, вчера в интернете увидел сообщение, что вторая гимназия проводит огромное мероприятие накануне Олимпиады. Это очень здорово, потому что на самом деле только мы, взрослые люди, педагоги, да, сможем правильные, наверное, мысли в голову наших детей вложить, чтобы они знали, понимали, почему это в нашей стране происходит, какая-то для нас честь. Я вам больше скажу, у меня дочка готовится к малым Олимпийским играм в детском садике. Отлично, отлично. Я вам сегодня так серьезно очень к этому вопросу подошла. Но вообще я хочу сказать, что Олимпиада – это, конечно, большой спортивный праздник, которого очень долго ждешь и который, к сожалению, очень быстро проходит. Эти две недели, они пролетают как один миг. Но за Олимпийскими играми пройдут еще ведь и Паралимпийские игры. И Рязань также будет связана с этими Паралимпийскими играми. Да, сообщалось, что эстафета Паралимпийского огня пройдет через Рязанскую область, в частности, через город Сасово. Как идет подготовка к этому и вообще почему именно Сасово? Почему именно на этот город Рязанской области пал выбор? Подготовка идет и очень активно. Вот только вчера состоялось рабочее совещание в городе Сасово. Рабочую группу возглавляет вице-губернатор Рязанского Сергея Владимировича Филимонов. Все точечно прорабатывается со всеми службами, с администрацией города Сасово. Потому что у нас уже есть опыт проведения эстафеты Олимпийского огня, где тоже все выверялось. И эстафета Олимпийского огня прошла, на наш взгляд, очень хорошо. Праздник состоялся, цель достигнута. Поэтому сейчас идет четкая планомерная работа в этом направлении. Почему город Сасово выбран в качестве площадки для Паралимпийского огня? Все очень логично. Во-первых, там построен великолепный физкультурно-спортивный комплекс, который доступен для маломобильных групп. То есть люди с ограниченными возможностями здоровья там занимаются. И колоссальный результат достигнут именно сасовской спортсменкой Мария Богачева. Вы, наверное, знаете, в 2013 году она стала чемпионкой мира по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и рекордсменкой мира по толканию ядра. То есть там очень хорошие еще есть корни. Там живет тоже замечательный паралимпийц, так скажем, Элен Гасанова, жизнь, которая связана с волейболом. То есть поэтому был выбран именно этот город. Но и для города Сасово это будет, безусловно, большое событие. Эстафета пройдет по центральным улицам города протяженностью 4,5 километра. 20 факелоносцев будут, в том числе и те, которых и будут сопровождать люди, потому что мы знаем, что людей с ограниченными возможностями, особенно в такой ответственной ситуации, нужно поддержать. 50 волонтеров готовятся тоже сопровождать эстафету олимпийского огня с ними, паралимпийского огня с ними проводится тоже определенная работа сейчас. И нужно вообще сказать, что эстафета паралимпийского огня в стране пройдет по 46 нашим городам российским. Старт будет дан тоже впервые в истории паралимпийского движения в городе, который является как раз родителем вот этого движения. Это город Стокмандвиль, который в Великобритании находится, и потом уже перейдет на нашу землю. И что интересно, что в каждом городе зажжение олимпийского огня будет происходить очень своеобразно. С учетом культурных традиций, которые есть в регионе, об этом я сказать не могу, вы все сами увидите, мы такую интригу немножечко будем держать, чтобы это было интересно. 2 марта 2014 года. Ждать тоже осталось совсем немного. Спасибо. Подробно о главном спортивном, и не только, наверное, спортивном событии, которое состоится завтра, откроется завтра, подробно об Олимпиаде в программе подробностей министра спорта и молодежной политики Рязанской области Татьяна Пожонкова.